Продолжение следует... 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 Мы пойдем с тобой вдоль побережку, мы пойдем с тобой зеленой лужок, мы нарвем светок, да собьем венок. Субтитры создавал DimaTorzok Да, можно. Вот эта песня, это старая российская песня, называется «Свисисокер». Субтитры создавал DimaTorzok 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 И до сих пор продолжаете? Да, да. Но с перерывами, не постоянно вот так. Потому что как-то я переехал в Москву, здесь много было ансамблей, много было исполнителей. Ну как-то у каждого свои коллективы. Ну, по-моему, я принимал участие, но постоянно не было. Я хотел вообще, я планировал создать свой коллектив, но как-то не получилось. Так и осталось неопределенное вот это состояние. Субтитры создавал DimaTorzok Вы сказали, что вы учились в музыкальном училище, но не упомянули про консерваторию. Очень скромно. Ну, это не так важно. В Москве Гнесинский институт. Такого плана было. Очень хорошо. Давайте немного поговорим о вашей семье. Когда вы женились? Члены вашей семьи? Я работал в пилармонии и гастролировал, часто выступал, разъезжал по Союзу. Ну, женился я, когда мне было уже 37 лет. Моя жена, Лика, и сын меня один, Иосиф Завод. Ему уже 29 лет, скоро будет. Один сын. Микра Михайл, мы были в Киеве, в Киеве, в Киеве. Да, сестра у меня есть, да, старшая сестра на 2 года. Она сейчас живёт на Кипре со своей семьёй. Да. А брат у меня живёт в Пилище, ну да, семья у неё живёт в Пилище, а сам он пока работает здесь в Москве. Уху. Продолжение следует... По поводу книг, я сам любитель книг, люблю читать. Я кое-что накопил из исторических книг на осейскую тему. Я решил сделать такое, чтобы распространить осейские и исторические книги, редкие. Я ходил по библиотекам, в магазинах таких книг нету и не продаются такие книги. Вот я решил в библиотеках полазить, во многих библиотеках разыскал вот эти книги, самые такие более-менее интересные. И решил их переиздать. Все они дореволюционные издания. И решил переиздать. Я их переиздал около 12 книг. Возвращая Крыта. Они вышли в библиотеках. Они вышли в библиотеках. И вот, когда я нахожусь в Руссии, я вам рассказываю, что вы знаете, что это было не так, что они были. Это было не так, что вы понимали, что вы думаете, что это было не так, что вы думаете, что вы думаете, что за революшн, Русская была в России. Она была в России. В России было революция. Революция была в России. И я была в России. Нужно написать книгу. Она говорит, что это не то, что мы понимали. Мы в России. Я говорю о книге. и человек должен был окружен в Москве в Москве, сочетать медведевые документы и сочетать сфальгированные сфальгированиями, и так что он был открыт в России. Михаил, если вы, Это книги 20-х годов, 30-х годов. Тогда очень много было грамотных ассирийцев, которые издавали книги на ассирийском языке. Тогда были школы, много школ на ассирийском языке преподавались. Но некоторые школы преподавались на ассирийском языке, но буквы были латынские. И все было на ассирийском языке, потому что так было легче читать ассирийские буквы. Не все с трудом могли понять, но на латынском языке легче было читать. И вот преподавалось именно на ассирийском языке. И вот эти книги выпущены были очень много. Русская классика, сказки разные для начальных классов как раз было актуально. И вот эти книги выпущены на ассирийском языке, которые издавали книги на ассирийском языке. И вот эти книги выпущены на ассирийском языке, которые издавали книги на ассирийском языке, которые издавали книги на ассирийском языке. Это книги, swims今 отношения на ассирийском языке, которые используют книги на ассирийском языке, которые издавали книгу на ассирийском языке. Это был Микоэль. Это был Микоэль. Раба гурбадана, они ктавы бит полты, у хамунивэн гатчулэн бит карахнун, они ктавы. Сараба спай шула бэдиту, раба спайд, сэбэб аха илэташита дээн. Грэйтэн бэхэ тэрэдла хэгэта аддэнэй ктавы гадуса адфээха бэдросав авуна твэрджимова нүйна дээвэнэта адбушгэн. Этлэй коби ў тама мүблэхэна хабраанад Түркээээ, хабраанад Фарсаэээ. Этлэйтэн хэлтэ ина машэнэ вээрэна, у аны ктавы ина ташэээта. У лазам гад басмэнахлэн, у гад пэээши, раба спайшула бэдитун, у хамунивэн гад гэгтавы гурбадана бит полты кюлэ, у бит хэзэхлэн, у ашулат гад ахнухун вэдитун раба спайшула лэ, ахтун хамуютун ташэээта дээн. Эт атурайет Сович Юнион. Мы ещё недавно выпустили книгу, автор этой книги Вильген Йосипов, выпустили книгу «Спас нерукотворный», это на тему, когда приняли ассоицы первого христианства. И вторая книга вышла тоже под его авторством к юбилею 70-летия Великой Отечественной войны про ассоицев, которые участвовали в этой войне. Там очень много фамилий, там есть и герои Советского Союза, которые с фотографиями, с много текстом. Небольшой исторический экскурс в этой книге есть. Очень полезная книга, чтобы люди знали, какой вклад внесли ассоицы в этой войне. Я говорю Вильген Йосипов, который был в Москве. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я говорю Михаил, что я говорю Вильген, я говорю, что я не знаю, что я не знаю. Я говорю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я говорю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я говорю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я говорю, что я не знаю, что я не знаю. Я говорю, 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 что я не знаю. Единственное спасибо за просмотр, что вы знаете, что появились в Беларуслале. Поэтому я познакомился с этой стороны. Они стали в Беларуси'teurs, в котором вы сделали. И в Eastern Month, в philosophie обедение, в Беларуси. Я выстроил к Беларуси, и в Беларуси и Беларуси, в котором вырезали нашуикацию. Микра Михаил, Мой сын, он тоже любитель пения, любит петь, но на осейскую тему не решается петь, потому что как-то не вник в эту музыку. Но он любитель эстрадной музыки, поет эстрадную музыку, часто с друзьям выходит на сцену петь. Он любитель Цоя, он копирует Цоя один к одному. Ну и вот где бывают вот эти киномания, встречи этих любителей, фанатов, Цоя он всегда посещает и часто бывает там поет. В данный момент мы бол flashed, потому что часто передışая зима ручка и их чувствовала. На этом ALL намain varios мужики в России пишет виктор Цоя и мужчина. Иосиф разгибался в Виктор Цой, и Микра Михаил он был в этой истории. И мы вам молли, и я буду этим писать, и я буду молли. И я буду молли, и я буду молли, и я буду молли. Субтитры создавал DimaTorzok Мердута. Себа бахнухун рааба. Спай шула ваадатун. Уберунит диоохун. Ангерунит баабуле. Уб афжар аха шула. Агаду мах диоохун. Микра Микаэль. Уб... Анезмариат диоохун ка титлоохун. Мадхуру банд шадритун. Булкати. Юрхат интернет. Уб... Ана мателун. Джо Хагиана Атурая. Каат. Бене умтанчу ла шамуи. Чама спай махния на калахат лохун. Учма спай змиритун. Уады безмаритун. Вы ещё что-нибудь споёте сейчас? Не знаю. А что ещё? Не знаю. Крик души. Да. На сирийском? Давайте. Лахах шихта ла толбах маннекра михаин. Убха уны та чрита манхазмар та замиран. Вот есть такая песня старая тоже. Называется Ана муди танинкатах. Ана муди танинкатах. Кам хазинах шо-дени. Кам хазин. 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 РJonь. Ну, не знаю, это старые песни, уже лет сорок, что и больше. Кто автор, вы знаете или народный? Это были раньше старые, еще в 70-е годы, старые пластинки были привезены с Ирана. Вот эти пластинки, мы тогда, когда начинали ансамбль, я там активно участие принимал в этом ансамбле. И вот мы вот эти, озвучивали, исполняли вот эти песни, которые были на пластинках. Мьякра-Михаил, я имела... Я являюсь в cortе надписи, и я жала на питание, и я теперь дуучила дуучила дуучили. У нас был большой ансамбль, была посещаемость хорошая, у нас была руководитель Ангелина, Ангелина Михайловна Григолия, руководитель ансамбля. Долгие годы она большой вклад внесла в российский ансамбль. Как фамилия у нее? Ангелина Григолия. Она на грузинском? Нет, она астерика, но фамилия у нее была грузинская. Отец был у нее грузин, а мать астерика. Но отец рано скончался, а вот воспитывалась, мать воспитывалась. Она танцы учила, да? Нет, она просто руководитель была, она была директором музея Востока. Она была специалистом по Востоку. Но она при музее организовала вот это ансамбль еще с 30-х годов. Потом постоянно менялся коллектив. Некоторые замуж выходили, выходили, приходили, женились. Ну и менялся коллектив. Я, когда я работал, я не могу, я не могу, а Дмитрий. Я работал в городе Ива Ангелина Григолия. Я работал в городе Ива Джурджая и мы его и от Урета. Я работал в музее в Маденхе, где я могу обезглачить. В этом году мы были в основе. Мы были в основе, в основе, в основе, в основе. И так же, как мы были, мы были в основе, в обед, в обед, в пруше. И я не могу сказать, что я слышал. И я в городе. И я сказал, что я слышал. И я слышал. И я слышал. Иван Замара Микра Павел Юханов Иван Рабаспай Бедаевал Упитлен Амухурзу Утвала Тпекта Тиевалеха урми Раба бриха Парсупала Рабаспай шикле бежряшали Профессионал Рабаспай Безмарали У Афуну Георги Мувадова Гевергис Микра Павел Безмар Георги был музыкальным руководителем Долгое время Павлик пел в этом ансамбле Также я пел Были и другие еще солисты Которые участвовали В этом ансамбле Многие были Отдельно был еще танцевальный коллектив Там уже руководил Другой хореограф Менялись часто руководители Ну коллектив был Часто выступал на концертах На всяких фестивалях Разъезжали В разных городах Ансамбль Был в довольно нормальном уровне Микра Гевергис Юханов Иван Махьян Музик Микра Павел Микра Микра Павелали Микра Павел Микра Микра Азамбль Иван Микра Они ждут каждого, где они только живут. Основные люди были гражданом. Они vestили в Москве. Они привыкли Украину. Они держат в Украину. Они продолжают в Германии. Они были привыкли в Ольм. У нас еще Еще был второй коллектив, тоже когда пришлось уехать Павлику Ивханову и Георгию на Украину, был второй коллектив, Нымрут назывался, там музыкальный руководитель был Биджамов, он хороший был музыкант, еще мы тоже с ними часто выступали, играли. Как раз начался военный переворот в Грузии, были боевые действия всякие, спокойное время было, и они переехали жить в Грецию. Поэтому Нымрут были в Георгию на Украину, иérémyзе, в Камч Public Yoga и Михаилев. Микра Михаил Я не знаю, что я не знаю. Я хочу напоследок сказать, пожелать ассирийцам в России и в зарубежьях, чтобы ассирийцы размножались, знали свою историю, культуру и держались поближе, помогали друг другу. Ну и пожелаем им счастья, здоровья, благополучия. Если какие-нибудь пожелания есть или кто желает приобрести ассирийские книги, я могу выслать все это. Play Metal. Хажерese ресурс, я могу сделать это для меня, чтобы minister-получения в России и люди, не оставьте какие-тоthereные власти и я пошел вместе с цothочками. Когда я понимаю, например, я всегда помню до наших детей, так что я не хочу приобрести, я夢 because of everything. И мы можемереть нас, потому что будем говорить виды. Микра Михаил Микра Михаил Микра Михаил Но для экспериментов, которые приходят разведывать к книгу, и в этом году больно отрели рекламу. ...Доуме, кто-то прошел, знал, что ли newspaper, или мигзит. Создавая книга идет с этими книгами. Добавил субтитры и субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok